МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности далее. От 110 до 150 – это минимум рабочих, которые должны трудиться на стройке 11-й школы на Азорге. Сейчас на объекте работает 30-50 человек. Результат – отставание по срокам. Подрядная организация ООО «Аван» со своими обязанностями не справляется. Такой итог подвел Леонид Бородолин на заседании Думского комитета. И несмотря на то, что подрядчик уверяет, что закончит в срок, администрация в такие оптимистичные прогнозы не верит. Напомним, очередной срок сдачи долгостроя – 30 июня. Я вижу здесь серьезные риски по сдаче объекта. Работа, конечно, она ведется, но очень слабо. Сегодня только я был на объекте в очередной раз, практически, бывая там через день. Я вот сегодня увидел всего 30 рабочих. Это никуда не годится. И спросить у ИТР не уходило. Был наш сотрудник, который помогает им, сводит все производственные процессы. Были субподрядчики, которые наши саровские работают. На объекте субподрядчики активно выполняют работу по благоустройству территории. Установлены бордюры. Заасфальтировать территорию планируют за 5-6 дней. Забор практически установили. Большой пласт работы – внутренняя чистовая отделка. Они привезли двери. Они должны сейчас завершить все откосы вокруг окон и выходить на чистовую. Покутно, конечно, пришлось отдельные элементы реконструировать, которые были в связи с низким качеством выполнения работ. Разрешение на въезд дали около 90 рабочим. Из них на объекте сейчас 4 человека. Субподрядчики сами организуют рабочий процесс. Это уже вторая подрядная организация, которая срывает сроки работ. С 2019 года объект вела компания ООО «ТСК», договор с которой расторгли. На выездном комитете в апреле прогнозы были оптимистичными. Но подрядчик отмечал, что стройку тормозит некачественная работа предшественника, которую приходится постоянно переделывать. Халтура первого подрядчика или непрофессионализм второго – точная причина неизвестна, но результат плачевный. С большой вероятностью 1 сентября школа снова не будет готова к учебному процессу. Школа построена к 1 сентября не будет. И точка. Ну, мы для чего здесь собрались-то? Администрацию жулить? Ну, с другой стороны, Леонид Борисович правильно себе вот сказал, что они разыграли конкурс. Пришел подрядчик, да? Подрядчик взял на себя обязательства по выполнению, да? В администрации только контрольные функции. Понимаете? Как мы можем влиять? Никак. Все, что возможно, делается. Ну, если хотите услышать, то, скорее всего, ничего не будет построено. Ну, с данной, я имею в виду. И, скорее всего, это будет следующий учебный год. Один способ повлиять на ситуацию народные избранники все-таки нашли. На заседании приняли решение обратиться к губернатору Глебу Никитину с просьбой помочь в активизации строительства 11-й школы. Я поддерживаю то, что говорили коллеги насчет обращения к губернатору. Но нужно стесняться называть эту ситуацию чрезвычайной. У меня такое впечатление, что такие объекты значимые срываются только в нашем благословенном городе. Где-то еще срываются подобные объекты. Если нет, то это ЧП. Письмо подготовят к заседанию Думы 29 ноября. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Всю свою профессиональную жизнь они соизмеряют склятвы Гиппократа. Медики – герои современности, которые отважно борются с болезнями, эпидемиями и серьезными диагнозами. Они помогают человеку родиться на свет, лечат его в преклонном возрасте. С профессиональным праздником медицинских работников клинической больницы номер 50 торжественно поздравили в Саровском драматическом театре. Главный врач Игорь Илашманов особо отметил тех людей в белых халатах, которые находятся в зоне боевых действий. Сегодня наши коллеги с честью выполняют свой долг в составе сводного медицинского отряда ФМВА Белгородской области. Нельзя, конечно, не вспомнить и о эпидемии COVID-19. Именно с платившейся вместе мы смогли ответить на все вызовы и преодолеть все препятствия. Спасибо вам за вашу преданность профессии, за вашу отзывчивость, доброту. За последний год в КП-50 реализовали несколько масштабных проектов. Обновили общественные зоны в поликлиниках, оптимизировали работу врачей, открыли Центр промышленной медицины, закупили новое оборудование в различные отделения, обменивались опытом с коллегами из региона. Многое из этого стало возможным благодаря сотрудничеству ФМВА России и госкорпорации Росатом. В прошлом году КП-50 при поддержке РФАЦ в НЕФ воплотил в жизнь 11 ПСР-проектов. Между Федеральным ядерным центром и клинической больницей КП-50 особые отношения. Эти отношения связаны с нашим общим делом. Вы с нами на испытательных площадках, вы с нами в экспедиции, вы с нами в научной и производственной деятельности. И это очень важно всегда чувствовать, чтобы что ни случилось, тебе помогут. Для нас это было принципиально, чтобы вы от реализации наших проектов, от улучшений, которые мы внедряем, получили такую же пользу, как и наши горожане. Я думаю, что сейчас я вижу, что те изменения, которые мы проводим ежегодно, они уже стали частью вашей работы. За многолетний добросовестный труд и совершенствование медицинской помощи работников КБ-50 наградили благодарственными письмами Рафиас МНЕФ, Законодательного собрания и губернатора Нижегородской области. Поздравления прозвучали от личного состава Межмуниципального управления МВД и Саровского соединения Росгвардии, а также от представителей духовенства. В этом году на работу в больницу пришли 16 врачей, из которых 8 – молодые специалисты по медицинским специальностям. Понятное дело, что врач учится всю свою жизнь. Понятное дело, что опыт приходит с годами. Я желаю, чтобы у вас всегда были добрые, сильные, квалифицированные наставники, которые бы всегда могли, а у нас это много в зале, которые всегда могли бы протянуть вам в помощь. После торжественной части на сцене драм-театра прошел капустник от активистов КБ-50. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Площадь слез. Здесь, у здания городского музея, отправляли добровольцев на защиту Отечества в июне 1941 года. И традиционно каждый год в День памяти и скорби 22 июня в 4 утра сюда приходят представители общественных объединений города. Отсюда колонна движется по историческим местам города, завершается шествие у Вечного огня акции «Свеча памяти». 22 июня – это священный день для всех россиян, для всей России, для всего нашего народа. Забывать его ни в коем случае нельзя. День памяти и скорби. Поэтому в этот день, конечно же, и молодежь, и ветераны вспоминают, приходят к Вечному огню и приносят цветы, зажигают свечи. В 12 часов почтить память погибших к Вечному огню пришли представители молодежных и общественных объединений города, Совета ветеранов, городской организации «Дети войны». На фронт ушли около 2000 саровчан и жителей деревни Балыково. Из них более 30 женщин. Среди более чем 26 миллионов погибших советских людей – 537 саровчане. Их имена высечены на мемориале «Вечный огонь». Более 100 саровчан награждены правительственными наградами, 54 из них посмертно. Среди них и 16 выпускников 41-го года. Ни один из них с войны не вернулся. В этот день, 82 года назад, началась самая страшная, самая кровопролитная Великая Отечественная война. Почти полторы тысячи дней вся наша страна от мала до велика воевала на фронте, работала в тылу, делала все возможное и невозможное, чтобы сегодня над нашими головами было мирное небо. 27 миллионов человек погибло. Только вдумайтесь в эту цифру. Каждый год Светлана Васильевна Сунцова приходит к Вечному Огню в День памяти и скорби, чтобы почтить павших. Когда началась война, ей был месяц. Отец сразу ушел на войну. Его она не помнит. Мама работала в тылу. До шести лет маленькая Света росла с бабушкой. Работа в те годы находилась для ребят практически любого возраста, вспоминает Светлана Васильевна. Для детей войны в то время находилась для каждого возраста работа. Меня еще с двух лет, я по рассказам бабушки, мамы знали, что они меня заставляли летом особенно караулить кур, чтобы они на огород не лезли. Я, конечно, бегала по двору, просто бегала по двору, а куры, наверное, боялись, поэтому и не шли на огород. Потом мы начали работать уже с пяти лет, мы были дома хозяева, потому что нужно было поливать огурцы. Мама готовила воду приготовить, а мы уже поливали огурцы, пололи морковь, пололи капусту. В завершении митинга возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. 22 июня ровно в 4 утра радио нам объявило, что началась война. 22 июня – день памяти и скорби. В этот день, в 1941 году, началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровавой и разрушительной в истории страны. Почему этот день носит такое название и что произошло в эту дату, воспитанникам детского сада номер 9 рассказали воспитатели и приглашенные гости из Академии детского мюзикловиз. Для детей это важно, чтобы они не забыли свою историю, чтобы они помнили Великую Отечественную войну. С каждым годом ветеранов все меньше и меньше. И детям, все-таки это наша история, детям это очень полезно и важно. На мероприятии ребята читали стихи, пели песни, посвященные Великой Отечественной войне, танцевали, а также приняли участие в Малышковом параде. Я сегодня узнала, что в этот день в 4 утра началась Великая Отечественная война. Мы возродали к вечному огню огонечки, мы маршировали с фрошками и пели песню про Россию. Завершился митинг минутой молчания. Каждый из участников города почтил память героев, а после все желающие возложили свечу памяти к вечному огню. Отец советской атомной отрасли, великий ученый, основатель и первый директор Института атомной энергии. Несмотря на статус, Игорь Васильевич Курчатов был простым доброжелательным человеком. За его отличительную черту, длинную бороду, друзья его в шутку звали Борода. Около Дворца детского творчества на проспекте Ленина открылась уличная выставка «Фото на память». Игорь Курчатов в воспоминаниях и фотографиях современников. Мероприятие приурочили к 120-летию со дня рождения академика и 80-летию Национального исследовательского центра Курчатовский институт. У каждого из нас есть возможность стать более великим, возможность решить ту или иную задачу для нашей страны. Главное не бояться и главное иметь цель. Поэтому спасибо еще раз организаторам за саму возможность, что мы можем это оценить, прикоснуться. Но для нас есть, опять же, возможность и желание выбрать задачу по себе, по плечу и решить ее во благо страны. На выставке представлены 37 уникальных фотографий из личного архива Дмитрия Переверзева, помощника Игоря Курчатова. Снимки иллюстрируют послевоенный период жизни Курчатова. На них можно увидеть рабочие моменты академика, его общение с коллегами. Фоторяд сопровождается воспоминаниями соратников ученого – Александрова, Флёрова, Харитона, Головина и многих других. Проект стартовал в один день во всех городах присутствия атомной отрасли в рамках программы «Территория культуры Росатома». Основная задача проекта – рассказать о роли Курчатова в истории России. После торжественного открытия выставки экскурсовод городского музея провела экскурсию для школьников и взрослых. Мы сюда бежали с подругой поскорее, чтобы увидеть эту выставку, потому что нам было очень интересно. Мы живем в городе, который, можно сказать, носит имя Курчатов, то есть мы им гордимся. Это было очень интересно о нем узнать. И с самого начала было очень интересно. Почти ничего я, если честно, не знала. То есть вся информация, которая была нам дана, была очень актуальна и интересна. Игорь Васильевич – это великий человек, он очень трудолюбив, просто представь себе целых 13 лет без отпуска. Соответственно, он подорвался в здоровье, но он настолько сильно хотел сделать нашу страну могущественной, великой державой. Ну, это того стоило. На самом деле, для меня было весьма необычно. Я думала, он такой серьезный человек, он оказывается забавный, легко, он любил музыку, любил танцы. В конце мероприятия Александр Чернышев подарил городу юбилейную книгу о жизни Игоря Курчатова. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Валерий Трубин пришел в спорт в 1979 году. Выбрал отделение борьбы и попал к тренеру Виталию Карловичу Михайлову. На протяжении шести лет он усердно тренировался и уже тогда принял решение связать свою жизнь со спортивной деятельностью. Поступил в педагогический институт и в то же время продолжал тренироваться и выступать на соревнованиях. Валерий Викторович выполнил разряды, мастер спорта по дзюдо и кандидат в мастера спорта по самбо. Тренерской работой начал заниматься в Днепропетровске сразу после армии, а потом переехал в Саров. Сначала я раньше начинал маленькие группы, набирал для себя, потому что был какой-то период в 90-х годах и не было такого сильного спорта. Потом начал серьезно заниматься уже где-то в 2010 году уже начал серьезно заниматься тренерской деятельностью. У меня уже вышло, в этом году выходят уже третий поколение, заканчивают у меня спортсмены. За свою тренерскую карьеру Валерий Трубин воспитал нескольких сильных спортсменов. Тренер не только обучает детей приемам рукопашного боя и самбо, но и воспитывает их, пытается заинтересовать, отвлечь мальчиков от гаджетов. Также Валерий Трубин мотивирует своих воспитанников хорошо учиться в школе. Главный принцип тренера – выпустить в мир хороших людей. Дети, которые маленькие начинают, они вот меня вдохновляют, дают энергию к будущему, потому что приходишь когда на тренировку, приходишь на занятия, вот дети, у них очень много энергии, вот, и хочешь в них вложить, чтобы и сам энергией от них питаешься, вот, и хочешь вложить в них то, что интересно с ними, и занимаешься, и бегаешь сам, и прыгаешь, там, с нами кувыркаешься, вот, и оно, как бы, и хочется для этого жить. Анастасия Белякова пришла в клуб любительского собаководства «Акбар» во времена ковида. Увидела запись в интернете о наборе волонтеров для реализации проекта «Служба помощи четвероногим». Добровольцы выгуливали собак и помогали в уходе за питомцами тем хозяевам, которые не могли сделать этого самостоятельно. Тогда Анастасия решила воплотить в жизнь свою давнюю мечту – помогать там, где она может быть полезной. В основном это помощь, ну, допустим, выгул, это может быть выгул там двухнедельный, допустим, это может быть разовый выгул. Допустим, вот звонят, нужно там погулять, плохо человеку, или нужно куда-то уехать и не с кем просто оставить. Ну, вот так тоже помогаем. Помогаем также в клинике возим. Даже было хомячка просили в клинику отвезти, такое тоже бывает, не отказываем. В 2021 году Анастасия стала победителем конкурса «Доброволец Царова» в номинации «Рожден помогать», а в прошлом году ей присудили звание «Доброволец года». Сейчас акбаровцы помогают семьям мобилизованных, выгуливают собак, помогают с дрессировкой и консультируют. Анастасия Белякова признается, что самое сложное в волонтерстве – решиться и начать делать. В работе самая главная награда для Анастасии – просто слово спасибо. Видите счастливые лица людей, что это в первую очередь для людей делается, понимать, что ты нужен, что твоя помощь нужна человеку, наверное, самое главное, что это все не просто так. Когда тебе спасибо говорят, это вообще прям приятно, очень приятно. За высокие результаты в своей деятельности Валерий Трубин и Анастасия Белякова удостоились чести быть среди 15 самых достойных горожан, портреты которых висят на обновленной доске почета. Фильтр – специальное помещение карантина приюта «Мордом». Сюда поступают кошки, которых находят или приносят в приют. Здесь у них берут все необходимые анализы, по результатам которых принимают решение отправить животные в чистый карантин или на лечение. Фильтр теперь отремонтируют на средства гранта администрации города. Это помещение без ремонта, поэтому там покрасят стены, поменяют пол, покрасить потолок и там уже будет чисто хорошее помещение, в котором будут содержаться животные. Также там будут стоять боксы, в которых они будут находиться. Сейчас в приюте около ста животных. У каждого пушистика своя, порой трагичная история. Буни – одна из немногих породистых животных «Мордома». Ее хозяйки не стало. Теперь девочка породы Скоттиш Фолд ищет семью. Буни – пять лет. Она очень добрая, ласковая, подойдет почти в любую семью, но из-за того, что у нее ВИК – это болезнь иммунодефицита, ей нельзя находиться с другими кошками. То есть в нем может соседствовать с собакой, попугаем, рыбкой, кем угодно, но не кошкой. Харизматичный пушистый кот с немного грустными глазами только на первый взгляд кажется грозным. Пушистик с озвученной кличкой Бегемот очень любит внимание и ласку. Анна заметила его на улице Силкина и долго не могла поймать уличного жителя. Но однажды ей это все-таки удалось. И теперь у Бегемота есть крыша над головой, удобная лежанка, но не хватает любящих хозяев, которые заберут его домой. Он очень ласковый, он спокойный, он будет сидеть на коленках, мурчать. То есть это вот кот, который, мне кажется, идеально подойдет в семью, где нет уже маленьких детей, например, там людям постарше. Вот, он станет отличным компаньоном. Вот, он очень классный, он очень красивый, он такой статный котяра, крупный. Вот, он у нас уже после груминга, поэтому он похорошел еще больше. Узнать подробнее о питомцах приюта можно по номерам 8-908-762-09-51 и 3-79-51. Во время Афганской войны Геннадий Валентинович Пущин был в Кабуле на реконструкции хлебкомбината, работал инженером телефонной связи. С 1975 года ветеран начал увлекаться коллекционированием военных писем. На сегодняшний день в коллекции Геннадия Пущина более тысячи писем, марок, конвертов и почтовок. Открыток периода Великой Отечественной войны. Шестая рота ВДВ, 84 погибших, из них только трое наших нижегородских. Из них 21 герой Российской Федерации. Я собрал более 70 писем от них, которые они успели написать самым ближайшим родственникам, женам, мамам. Вот, я, конечно, этим горжусь. Отдать такие вещи, как бы уникальные, это очень непросто. В студенческие годы Геннадия Валентиновича вдохновила большая экспозиция военных писем на Третьей всеармейской филателлистической выставке. Тогда-то у коллекционера и родилась мысль собрать и организовать свою передвижную выставку. Нижегородец знакомился с родственниками солдат и самими ветеранами войны. В 150 музеев страны есть экспонаты из коллекции Геннадия Пущина. Передвижная выставка побывала и в Сарове, в библиотеке имени Пушкина. Вот на этой экспозиции 110 военных писем где-то, я считал. Вот, все подлинно, никогда не признаю копии. Это достаточно, ну, трудоемкое дело, время занимает. Чтобы создать хотя бы вот один, ну, я там сейчас покажу, вот, самый, чем я сейчас занимаюсь, вот, то надо порядка двух с половиной часов. Это только моего личного времени, не считая того, что еще подключены другие люди, которые там что-то доделывают, потом печатаются. В Пушкинке Геннадий Пущин встретился с ветеранами труда и юными читателями в библиотеке. Костер сказал о своем хобби и об экспонатах передвижной выставки, поговорил о периоде Великой Отечественной войны, о ее битвах и героях. Самые активные ребята получили на память самодельные почтовые карточки с фотографией героя Нижегородца. Я раньше не знала не все битвы той Великой Отечественной войны, и сегодня я узнала как минимум три этих битвы. Это Московская битва за Сталинград и побольше узнала обрезка крепости. Вообще такие мероприятия очень патриотичные, вызывают интерес к своему прошлому, чтобы изучать что-то новое, узнавать какие-то интересные факты. Встреча прошла в рамках реализации грантового проекта с русским воином через века – международного конкурса «Православная инициатива». Соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство. Эмоциональная, немного агрессивная речь спортивного комментатора, певучая и мягкая манера работник «Казакса» или строгое оглашение вердикта судьи. Один текст, хорошо знакомый, всем россиянам читали представители разных профессий на открытом уроке по актерскому мастерству театральной студии «Импровизация». На сцене собрались люди разных профессий, объединяет их одно – любовь к театру. Алексей Шамаев – слесарь-сборщик, но со сценой познакомился еще в молодости. Дело в том, что я когда-то обучался давным-давно, в 20 лет в театральном институте. Я обучился там полгода и ушел оттуда. Потом попал в армию и как-то меня занесло в слесарь-сборщики. И как-то жизнь так повернулась, что я решил отказаться от этого всего, ну от театрального всего, но рано или поздно это все равно всплывает. И как бы вот оно всплывло. Как показать стиральную машину или елу, какими чертами обладают такие растения, как крапива, папоротник или кактус? Своими наблюдениями за животными, растениями и людьми участники театральной студии поделились со зрителями. В представлении вовлекли и зал, которому предлагали угадать, кого изображают на сцене. Анна Абрамова, мама в декрете. Ей занятия в студии помогли выбраться из дня сурка. Мне давали колоссальную пересогрузку. Я шла сюда за таким поднятым настроением. Уходила тоже совершенно, так как бы все эмоции у меня здесь происходили, сбрасывались и пересгружалась. Речевые упражнения, скороговорки – одно из самых непростых испытаний, импровизация. Открытый урок для участников театральной студии стал своеобразным экзаменом. Здесь они показали все, чему научились за несколько месяцев упорной работы у актрисы Саровского драматического театра Юлии Французовой. Это не кружок, это настоящий театр. Так Юлия характеризовала работу студии. Здесь все как на первом курсе театрального института. Несмотря на то, что за время работы актриса Саровской драмы примеряла на себя сотни разных ролей, роль преподавателей, наставника, стала для нее дебютной. Вообще учить гораздо тяжелее, чем самой играть. Самой играть на сцене я уже научилась, я это делаю как-то на автомате. А научить человека – это первое, во-первых, вспомнить, потом это все снова разложить у себя в голове, потом заставить его все-таки идти за тобой, чтобы он тебе доверился, поверил. Ну и какое-то природное такое чутье все-таки учителя должно быть. Пока я не знаю, есть ли оно у меня, я это пробую. Но результатами я довольна, я вижу рост, для меня это самое главное. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Хор Капель детской школы искусств существует с 2017 года, а за это время он становился победителем, лауреатом и дипломантом различных конкурсов и фестивалей. Хор посещают дети от 9 до 12 лет. Совсем недавно ребята посетили Москву, где приняли участие во всероссийском конкурсе «Битва хоров». Капель представил на суджюри хоровую композицию «Дождик». Чтобы попасть на конкурс, хору предстояло пройти несколько этапов. Из полутора тысяч коллективов Капель вошла в тридцатку лучших и соревновалась с профессиональными хоровыми коллективами из разных уголков нашей страны. Конкурс проходил в трех номинациях – академическое, народное и эстрадное. Мы трудились упорно, чтобы пройти финал. Мы занимались каждый день, вечером, иногда утром. Это было волнительно. Мы боялись, что что-то пойдет как бы не так. Мы старались все делать, как нам говорили. Все коллективы были подготовлены, интересные все, музыкальные. Даже некоторые мы слушали и наслаждались их звучанием. Всероссийский конкурс «Битва хоров» завершился галоконцертом 12 июня в День России на Красной площади в Москве, где Капель совместно с Калужским коллективом веселые ребята исполнили песню «Прекрасная и далека». Перед началом концерта у нас была репетиция на этой большой сцене. Мы послушали друг друга. Вокладитель к нам приходил и говорил, что все можете, вы молодцы. Благодарны мы все Анастасии Сергеевне, Светлане Викторовне. Помимо конкурса ребята побывали на экскурсиях, в зоопарке и других интересных местах Москвы. Но больше всего впечатлений участникам хора Капель подарила звукозаписывающая студия театра детской песни «Домисолька», где соровчане записали песню. Записывать было вполне легко. Нам дали наушники, мы слушали себя спокойно. Все спели, было прекрасно, нас похвалили. На конкурсе ребята увидели выступления различных коллективов, пообщались с их участниками, набрались опыта, а также получили много новых ярких впечатлений. С 17 по 21 августа хор Капель примет участие в финале «Битвы хоров». Место его проведения пока неизвестно. 3Б, баскетбол, бокс, брейкданс – примерно такой была программа занятий на спортивной площадке молодежного центра. С азами разных видов спорта, упражнений на турниках и даже современного уличного танца юных соровчан знакомит инструктор Антон Козлов. По традиции, каждая встреча начинается с разминки. Антон подсказывает ребятам, как подготовить себя к разным нагрузкам. Я провожу разминку, показываю какие-то базовые упражнения, например, если в турнике, это подтягивания, подъем ног, какие-то отжимания, брейкдансы, какие-то пару не суперсложных движений, потому что суперсложные движения у нас учатся на тренировке, здесь все-таки больше инструктаж. То есть показываю легкие движения, они сами выполняют. Важно не путать инструктаж с обычной тренировкой, отмечает Антон. Такой формат занятий отличается в первую очередь свободой. Ребенок сам выбирает, чем хочет сегодня заняться и в любое время может сменить вид спорта или просто пойти домой. Энергии драйва добавляет музыка. Каждая встреча получается особенной, поскольку ребята сами составляют себе план занятий. Многие приходят на площадку с родителями. Инструктор работает здесь каждый понедельник, к среду, пятницу и воскресенье с 18 до 21 часа. Я бы хотел пригласить всех желающих, без различия какой возраст, какая подготовка у вас, приходите, будем тренироваться. Но помните, что здесь я веду инструктаж. Инструктаж – это все-таки больше такая самостоятельная работа, но я вам помогу, все подскажу, объясню, поэтому приходите, жду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова